Салам алейкум. Контрразведку возглавляли два однокашника, которые учились вместе в разведшколе ГРУ. И наш товарищ, мой товарищ еще и говорил, что в общем-то этот турок очень хитрый и надо с ним что-то сделать. Знаете, что с ним сделали? Этот человек пришел домой в Баку, поел, переоделся, посмотрел телевизор, последние новости. Потом пошел к себе в спальню, разделся, выключил свет и дом взорвался. Вот так работает разведка и контрразведка. Часть российского генералитета, генштаба, была против того, чтобы мы, имеется в виду Россия, запретила армянам выйти на берег Куры, утверждая, что это противоречит стратегическим интересам России. Оказывается, были и такие генералы. Удивительно, но оказывается, были такие генералы, которые понимали, что выход нашей армии, Карабахской армии к реке Куры, разрыв этого пояса между Азербайджаном и Грузией, и установление, там еще и Садвал надо было задействовать, установление фактически сухопутной границы с Россией, а это было весьма возможно. Означало крах всех, надежд Бритиш Петролиум, семейства Алиевых и всех остальных на какое-либо самостоятельное существование. Тогда для того, чтобы вывести один литр несчастной нефти, турки должны были идти на поклон к России. Россия этого не сделала. Кстати, турки, надо отдать им должное, неоднократно, начиная со времен Берлинского конгресса, прямо и заявляли, что, господа армяне, мы против вас лично ничего не имеем. Живите себе и живите. Но вы стоите на нашем пути к нашей родине Средней Азии, к туркам Закавказья. Уйдите с нашего пути и живите как хотите. Но они нас практически вытолкнули. Нет, но уйти с их пути, значит, что? Значит, остаться резервацией, окруженной со всех сторон турками. Сейчас как и есть. Как сейчас? Так Россия из нас и сделала резервацию, вы меня простите. Да, да. Это все руками России. Все руками России делалось. Все делалось руками России. Именно Россия после установления советской власти отдала... То есть после 20-го года? Да, да, после 20-го. Отдала по преимуществу армянскую Елизаветпольскую губернию всю туркам. Да. Это весь Гартманк утик. Товус – это что такое? Это же наш Товуш. Аскепара – это что такое? Это наш Воскепар. Просто переиначенный. Да, Банан с Баяном переиначенный. Кархат – Дашкисаном переиначенный. Кархат стал Дашкисаном. И так далее. Джератах стал Чардаху. Ганзак-Гянджа. Ганзак-Гянджа и так далее. Ганзак-Гянджа и так далее. Ганзак-Гянджа и так далее. Ганзак-Гянджа и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!